Встречаю. Два. Хорошо, Дмитрий Иванович. Начинаем, как обычно, как водится, в хронологическом порядке. То есть детство. Три года, да, я насколько понимаю? Это три года, да. Это до войны. Это снимали в Москве. И когда у меня издавалась первая книга, я маму-папу поместил там и поместил вот этого. И мне Гриценко Николай Алимчий говорит, Вася, напиши вот здесь, под этой фотографией, вот будущий Дон Жуан. Узнала ли ты меня, дитя мое? Совершенно такой. Мама и папа, красивые-красивые родители. Больше у вас ген чьих отцовских, материнских? Мама, мама материнских. Она худая, видите, всю жизнь была худая. Они оба из села Стрымба-Кодымского района Одесской области, крестьяне, на двоих кончили три класса образования и занимались бы сельским хозяйством, если бы не голод в 31-м году, на Украине был чудовищный. И отец переехал, Семен Петрович, он переехал в Москву на химический завод работать, чтобы подкармливать семью. А вот эта вот маленькая, это, наверное, Люда, я так думаю. Старшая? Да, старшая сестра. Ее уже нет. И вот отец, значит, зарабатывал. Потом мы появились, и потом младшая сестра появилась, и зарабатывали отец деньги. Потом и мама переехала в Москву. Что ж ты не идешь? Я уже налила. Чего налила? Борщ. И как ты любишь, со сметанкой. Мама с вами по-русски не разговаривала, насколько я знаю, на мове. Нет, она только на мове, размовлялась за мною. И когда я кончил в 57-м году театральный институт Щуку, Рубей Николаевич взял меня в театр и сказал, «Вася, я вам год не буду давать никаких ролей, только массовку». А у меня уже картины были. Я говорю, а в чем дело? У меня уже Павка Корчагина вышел. Я говорю, а что случилось? У вас очень много украиноидов, понимаете? Вот вы год будете слушать, как разговаривают наши замечательные актеры... То есть вот эта распевность была. ...сурова, Гриценко, Плотников, Останков. Это все обладатели замечательной русской речи. Я пришел домой, я говорю, мама, дуже вас прошу, разговляйте со мной только на русской мове, бо мне в театре кажут, что у меня из каждой дюрки украиноиды выползают. Она встала, серьезно очень, и сказала, нехай привыкают. Субтитры создавал DimaTorzok